Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро! Я вчера остановился на самом интересном месте. Мы говорили о рекламе в МЛМ и не только. И я закончил на том, что одним из самых успешных, образно говоря, в кавычках, конечно же, дистрибьюторов в истории человечества был Иисус Христос. Это описано в Библии. Это большой, как говорится, серьезный разговор. Я не собираюсь тут сейчас даже касаться его. Просто я хочу сказать, что Иисус может служить прообразом того, как надо, и его действия. Прообразом того, как надо строить сетевую организацию. Потому что ему удалось за короткий срок, за три с небольшим года построить организацию, которая существует тысячи лет и имеет на сегодняшний день численность несколько миллиардов людей. И за это время получили результат, за эти тысячи лет результат получили. Огромное количество людей. Даже трудно перечислить, сколько людей спасло. Но, правда, надо признать, что он продавал не пищевые добавки, продвигал не пищевые добавки, не косметику, не продукты для ухода за домом, и не другие традиционные продукты сетевого бизнеса. Он продавал самый главный, самый основной, самый нужный, самый необходимый каждому человеку продукт. Он продавал Евангелие, продвигал Евангелие в благую весть, которая дает человеку освобождение от грехов, полную защищенность, право быть детем, ребенком Божьим и вечную жизнь, спасение от ада. Ценей ничего быть не может, просто не может, потому что Евангелие включает в себя все, весь комплекс того, что нужно человеку. Но это отдельный разговор. Правда, без этого разговора, без этого Евангелия, я сто процентов знаю, строить успешный бизнес в сетевом маркетинге очень сложно. Я 10 лет бился без Иисуса и был нищий. И как только я узнал, что он мне предлагает, я прорвался в этом деле. Но еще раз повторяю, это для тех, кому это интересно. Я не хочу сейчас смешивать, но показательным его пример, пример Иисуса Христа, очень является действительно показательным. нам нужно вникнуть. Почитайте Евангелие от Иоанна, начало, как Иисус встречался с людьми, что Он им говорил, как они себя вели, и как строилась будущая миллиардная организация христиан. Никакой рекламы. Ловец человеков. Ловец человеков. Ни Иисус, ни Его люди не стояли с листовками на улицах, не приглашали на собрание никого, чтобы они разговаривали прицельно с человеками. Тема библейская, которую я затронул, очень важна для каждого, повторяю. Но сейчас я хочу ее отодвинуть в сторону. Кому интересно будет, следите за этим блогом, там будет сообщение, когда я начну говорить на своем новом сайте об этом. Но сейчас я хочу сказать, а как же нам действовать в сетевом бизнесе? Если в традиционном бизнесе, в бизнесе, связанном с продажей чего бы то ни было, я имею ввиду магазины, рестораны, кафе, риэлторские агентства и так далее, и так далее, и так далее, автосалоны, там реклама правда действительно необходима. Там нужно быть обязательно узнаваемым, чтобы к тебе шел все время поток людей. И умные люди, которые зарабатывают много денег, в рекламу вкладывают огромное количество средств, времени, сил, креативной энергии, творчества. И они занимаются профессионально рекламой себя, своего бизнеса, своего продукта. И тогда у них успех, у них есть поток людей, и с этими людьми они уже могут делать бизнес. Но они работают в одиночку, у них особый, совершенно привычный для всех людей бизнес. У нас другой бизнес, мы не можем в одиночку работать. Сетевой бизнес предполагает большое количество людей. Успешный сетевик, это когда у него большая организация. Значит, мы не можем рассматривать наши действия по построению организации, как действия одного человека. Надо смотреть в целом. А как может сделать так, чтобы росла моя организация? Взглянем на Иисуса. Что он делал? Он говорил человек. А что следующий человек делал? Он говорил человек. А следующее что делал? Он тоже говорил человек. Они рассказывали свою историю. Они свидетельствовали человеку. Они говорили, со мной вот что произошло. Я начал пользоваться этим продуктом, Евангелием, или там, Герболайфом, или МВМ, или Эваном, или Мэрикей, или еще чем-то. И со мной вот что произошло. Смотри-ка, что со мной произошло. Смотри, как я похудел. Смотри, как я себя чувствую. Смотри, как у меня машина. Я в таком захвате, я в таком счастье, я в таком кайфе. Я начал здесь зарабатывать деньги. Смотри, я раньше имел 100 долларов, сейчас я имею 1000. Если хочешь, давай, зайди вон туда и узнай. Вот все. Но умники от МЛМ, они решили, что зачем это делать? Зачем становиться профессионалом в теме, которое называется «Быть ловцом человеков». Это с каждым разговаривать. А каждый ведет себя неадекватно. Христиан не только не слушали, их резали, вешали и убивали. За то, что они говорили. Нас, слава Богу, не убивают, но все равно неприятно, когда твой друг говорит тебе, да пошел ты, дурачок, тебя завели. Но это издержки бизнеса по-другому не получится. Не все люди должны вступать в сетевой бизнес, к вам в организации. Не все. Освободи людей от этой обязанности. Есть люди, которые должны быть врачом или водителем трамвая. Это их предназначение. Не лезь к ним в душу, не мешай им жить. Ты ему сделал предложение, не отказался, но не страдай. Он может грубо отказаться, может вежливо. Но ты запомни, что это твоя работа. И пока ты будешь вот так перебирать людей, контактировать вот таким образом с людьми, ты научишься, если у тебя в голове мозги есть. Если ты реагируешь, получаешь обратную связь, думаешь, как это делать. Ты обязательно научишься, и люди будут уже лучше реагировать на твое предложение. Тем более, что самый главный фокус состоит в том, что когда ты будешь обращаться повторно, в третий, в четвертый, в пятый раз, они скажут, смотри, какой серьезный человек, смотри, как он вырос, смотри, как он по-другому одет, выглядит, и как он по-другому говорит. А у меня все хуже и хуже, а у него все лучше, попробую-ка и я. И если ты будешь таким образом себя вести, то ты станешь профессионалом. И ты сделаешь самое главное. Ты сможешь набрать людей правильно. Главный, коренной, ключевой вопрос успеха в сетевом бизнесе, как ты набираешь людей, как ты привлекаешь в бизнес новых людей, что ты для этого делаешь. Если ты выбрал правильный путь, и ты становишься человеком, который ловит людей, образно говорю, используя библейский, становишься ловцом человеков, то есть говоришь с человеком, не с аудиторией, не с толпой, не с электоратом, не с целевой аудиторией, так называемой, не с рекламной массой, био, в кавычках, в скобках, а с человеками, с людьми, с конкретной личностью, тогда ты становишься специалистом. И ты поймешь рано или поздно, что лучше всего и правильнее всего рассказывать свою историю, свидетельствовать то, что делали христиане. Просто со мной произошло вот это. Я вот так вот чувствую себя, вот так вот ведет себя моя машина, или там что-то, и вот так я зарабатываю. Хочу знать, зайди туда, до свидания. Я тебе потом отвечу на вопросы, когда ты посмотришь, вот там инструменты используют. Но большинство людей, или некоторые люди, ну очень многие, они идут по пути наименьшего сопротивления. Им кажется, что гораздо быстрее дать рекламное объявление, поставить щит, раздать листовки, наклеить объявление на столбы, дать контекстную рекламу, и чтобы она моргала, и когда ты открываешь сайт, она лезла тебе в лицо, лезла, лезла. MLM без проблем, MLM без проблем, сетевой подход, ты хочешь быть богатым. И понеслась эта собачья, длинная, как собачья песня, вот эта вот информация. И люди думают, что это сработает. Но в каком-то смысле это срабатывает. Потому что из сотен, тысяч, десятков тысяч людей, на которых так или иначе попадают эти брызги информационные, рекламные, кто-то откликается, потому что он этого ищет, он к этому предназначен, он что-то знает об этом. А основная-то масса нет. Больше эта часть не реагирует, потому что, ну потому что реклама сегодня дискредитировала себя. Уж в сетевом-то бизнесе точно. Вообще, в целом. Потому что она врет на 90%. Вынуждена врать. И человек, который делает рекламу, он работает. Боже, я знаю людей, которые усиленно, напряженно, целыми днями работают. Они делают рассылки, пишут письма, записывают видео, рассылают, поддерживают эту переписку со своими подписчиками, делают рекламу, изощряются над текстами рекламы. Они работают, 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 работают. И потом мне звонят, говорят, Олег Горьевич, я вот так пошел, а почему организация у меня не растет? Почему подписанные люди не делают бизнес дальше? Смотрите, у меня сколько людей, показывает мне много подписанных людей. А они молчат, они как будто в оцепенении. Почему это происходит? Потому что они не становятся профессиональными людьми. Потому что вы их вовлекли. А дальше им надо делать то же самое. Они видели, что с ними проделали вы. Они получили от вас 23 письма, на 29-м они подписали. А они сами этого не могут. Да и не хотят. Да у них и денег нет. И они замирают в оцепенении. Но при этом самое страшное, испорчено огромное количество людей, которые вздрагивают, когда к ним приходит это письмо. Которые говорят, Боже, ну сколько же можно? Ну почему сетевики, эти так называемые MLM-щики, дистрибьюторы этих дурацких компаний, почему они так всех глупо ведут? А эта компания, вот эта активная компания, она же, ну она же бомбит меня, как будто я ей враг. И они вот начинают тихо ненавидеть. И что получается? Мы выжигаем, уничтожаем потенциальных кандидатов, с которыми мы могли бы дойти. Или могли бы дойти наши люди, или люди наших людей, или люди наших людей наших людей. А гораздо проще знакомиться с человеком и действовать прицельно. И когда ты так будешь делать, то ты будешь приобретать навык, который сделает тебя асом, профессионалом, сетевиком, ловцом человека. Есть важнейший вопрос, а что им говорить и как? Это уже другая тема. Я хочу, чтобы вот людям, многим дошло, что видимость работы, которую ты делаешь, делая рекламу, это обман. Это не создает энергии для последующего роста. Ты можешь набрать в первую линию толпу, но они дальше не работают. Глохнет все, вязнет, идет медленно, тяжко. Подумайте над этим. Ждите продолжения, я скажу самые важные вещи дальше. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok